Приветствую вас, друзья! Как говорится, чужих детей не бывает. А еще говорится о том, что любой ребенок достоин счастливого детства. Итак, вы знаете, что в нашем обществе очень много особенных детей. И есть такая аббревиатура «Дети с РАС». Что это такое? Это расстройство аутистического спектра. По сути, в простонародье вы часто слышите «Дети-аутисты». Это дети с расстройством нервной системы, которая характеризует дефицит социального взаимодействия. То есть закрытые дети, которые сосредоточены на внутреннем мире. И это не от того, что у них такой характер. Это от того, что это дети особенные. И с ними нужно работать. И для того, друзья, чтобы работа педагога приводила к нужному результату, а процесс взаимодействия педагога с ребенком шел в интересном русле и полезном, а придумано различное оборудование. Сегодня я хочу вам его показать. Но прежде чем мы приступим к обзору оборудования и игрушек, которые помогают в развитии детей, я хочу поблагодарить 96-й детский сад. Спасибо вам огромное за предоставленное оборудование и возможность продемонстрировать его нашим зрителям. Итак, прежде всего, конечно же, нам нужно с вами обеспечить детей счастью, радостью, положительными эмоциями. При этом мы помним, что дети не хотят взаимодействия. То есть, чтобы мы к ним подошли и обняли, и тем самым поделились своей положительной энергетикой, нет, это не работает. Дети эти закроются. Но что же сделать, вы спросите у меня. А придумана такая интересная история. Смотрите, залазим под стол. Достаем такую тяжелую штуку. Ох! Это называется утяжеленное одеяло. Данное одеяло делает сон ребенка крепче. Соответственно, он длится дольше, выделяется много гормонов сна, мелатонина, и у ребенка развиваются разные взаимосвязи. Ну, конечно же, межполушарные. Соответственно, развивается память, и от этого одеяло у детей только польза. Что же это такое? Давайте я на себя попробую его натянуть. Оно действительно тяжелое. Если вы думаете, что я шучу, то вы только об этом думаете. Но на самом деле, тяжесть одеяла, она достаточно приятная. Это имитация того, что мы обнимаем ребенка, но спать под ним будет достаточно приятно. Он такой прохладненький, холодненький. Здесь у нас в каждом кармашке есть молния, а внутри молнии гранулы. Ну, точнее, в кармашках гранулы. И, соответственно, когда мы с вами будем спать, мы будем ощущать себя в безопасности и высыпаться. Это очень прикольная штука. Если нет, или вам некого пообнимать, рекомендую. Каждому, чтобы оно у вас было. Если бы не было этого одеяла, что бы мы сделали? Ну, конечно же, мы бы воспользовались снотворным. А вы знаете, что снотворное угнетает нервную систему. Это в целом не очень хорошо. Как бы, когда безвыходная ситуация, можно. Но когда есть одеяло, зачем травить себя химией? Поэтому мы за физически безопасные развивающие пособия. Вот как это одеяло. Хоть оно и утяжеленное. Итак, друзья, следующий лот о проприоцептивной обратной связи. Дополнительной сенсорной стимуляции. Давайте в голове рисуем картинки и попробуйте предположить, что же я вам покажу. На самом деле, еще одно похожее на одеяло устройство – это жилет. Жилет утяжеленный, со специальными лямочками. А еще у него есть одна фишка. Видите, какой он маленький? А этот чуть-чуть побольше. То есть у нас под каждого ребенка найдется свой размер. И это очень круто. Потому что нам важно, чтобы эти жилеты плотно облегали детей. Чтобы они могли концентрироваться и получать дополнительную сенсорную стимуляцию. Соответственно, когда тело концентрируется, мы хорошо ощущаем себя в пространстве. Тем самым стимулируем создание нейронных связей в головном мозге. Да, не рекомендуется носить этот жилет на улице. Хотя он сшит из очень крепкого материала. Видите, это джинсовая ткань. Плюс у нас нейлоновые вот такие застежки на липучках. Для чего они нужны? А они тоже несут пользу. Эти застежки, расположенные на спинке, говорят ребенку, не бойся меня. Если тебе не понравится, ты снимешь этот жилет самостоятельно. И дети доверяют таким жилеткам. Такие дела. Давайте переходим к третьему лоту нашей интересной программы. Бам! Вот такое зеленое что-то. Давайте посмотрим, что же это у меня на столе завалялось. Давайте прочитаем. Это чулок. Смотрите, у него есть отверстие. Раз. У него есть... Все. Два. Он зашит. На самом деле, работает это примерно таким образом. Сейчас я в него попробую залезть. Но в целом нужно залазить полностью. Я ради вас, дорогие подписчики. Пока вы там все нам помечаете. Говорите, какой же ты классный, что нас идешь на такие жертвы. И какой классный 96-й детский сад, который вам это все предоставил. Оп, оп. Так, сейчас микрофон бы не сломать. Вот так я залез и могу вот так вот играть. В общем, друзья, сейчас вы думаете, это у нас что тут за веселый Александр и чем он вообще занимается. И если, друзья, вы нейропсихолог, для вас не составит труда догадаться, что это такое, а если вы не нейропсихолог, я вам поясняю. В этот чулок дети забираются полностью. Они тоже продаются в совершенно разных размерах, подходящие в вашей возрастной группе. А поскольку мы с вами говорим, что координация, чувство тела, у детей сразу не все хорошо, то здесь мы восполняем, собственно, этот опыт. Когда дети там находятся, это тонкая ткань, которая пружинит. Мы вот этими движениями, отталкивающими, создаем карту тела. Мы понимаем, что если я толкаю рукой, у меня оказывается противоположное действие. Соответственно, мышцы напрягаются, и я понимаю за счет того, что какая мышца напряжена, где у меня вот эти границы чувствительности тела. Мы восполняем и сенсорную чувствительность, и вот мышечную. Это очень полезные вещи. Когда смотришь ролики со стороны, думаешь, ну что же это за ерунда. Но нам нужно только лишь спуститься до уровня ребенка особенного и понять, насколько простые инструменты ему нужны. Потому что где-то что-то пошло не так, и мы должны это все дело компенсировать. Поэтому вот такой нейлоновый чулок – это просто сокровище для нейропсихологов. Мотайте на ус, у вас он обязательно должен быть. Если вы думаете, что обычным детям не подойдет, да вы чего? Они сейчас у нас все сидят в планшетах, и дайте ему в игровой форме позаниматься с таким чуваком. У него эмоций будет столько, что вы подумаете, боже, где он был раньше. А мы переходим к четвертому лоту, раз так мы сегодня говорим. Бабах! И это яйцо. Правда, на яйцо оно не очень похоже. Давайте распаковывать. Это мешок. А в этом мешке, да, как водится, заяц, а в зайце утка, а уже яйцо только там. Но здесь у нас все достаточно просто. Смотрите, есть вот такие крючочки. Хоп-хоп-хоп. Мы их подвешиваем на тросик. Вот так растягиваем. Это яйцо у нас болтается в пространстве. И где-то у этого яйца, конечно же, есть вход. Давайте его поищем. Вот он. И вы спросите, для чего же это яйцо необходимо? Да, на самом деле для того же, чего и Чулоксово. Да, то есть нам важно, работая с разными инструментами, постоянно держать вовлеченность ребенка сразу. Вы помните, что эти дети, они у нас социально не приспособлены к взаимодействию. Поэтому разные инструменты непродолжительное время мотивируют ребенка к тому, что он приобретает новый сенсорный опыт, владеет своим телом. То есть компенсирует все то, что ему нужно. Поэтому вот такие классные, яркие, мягкие, они просто вот вызывают доверие инструменты, помогут нашим педагогам, которые будут с ним заниматься, и их деткам добиваться успехов в этом нелегком деле. Итак, друзья, переходим к пятому лоту. И это сенсорика. Ба! Опа! Итак, к вашему вниманию представлена вот такая спортивная сумочка. А внутри этой сумочки мы открываем. И что же видим? А мы здесь видим различные поверхности, которые помогают детям. Детям. Помогают, я говорю. Постоянно, я говорю. Ох, как же это прекрасно, боже. Вот так, вот так. Если вы думаете, что это все, а это еще не все. И вот так тряпичные у нас шарики. Ну и, конечно же, это все помогает педагогам. Опять же, в развитии нейронных взаимосвязей за счет развития чувствительности. Короче, доставать не передоставать. Казалось бы, на столе куча всего чего-то такого. Но, опять же, мы с вами не забываем, что даже ребенку с повышенной тревожностью, тревожностью на самом деле и взрослому, вы за собой наверняка замечали, что иногда делаете какие-то тупиковые движения, когда очень замудумаетесь, начинаете там покачивать ногой или еще что-то делать. Это вот у вас повышенная тревожность. И, собственно, если вы имели вот такой прекрасный набор, вы могли бы ее снять. А уж тем более, если у нас есть особенные дети, которые получат это оборудование в свои ручки, это будет их развивать, конечно же. Здесь я хочу вам сразу сказать, разные текстуры, они разной плотности. Вот, казалось бы, два одинаковых, сейчас я где-то тут видел, две одинаковые текстуры. Но вот здесь у нас мягко, хотя я вроде и колючий. Да плюс это для ножек. А здесь у нас прямо жесткие такие, но не колючие. А вот эти уже колючие. Вот. И прямо так приятно проводить по рукам. Соответственно, наш, опять же, вот этот сенсорный опыт, он расширяется и помогает детям в развитии. Так, это я вам показал, что же будет дальше. Как вы думаете? Так основа сенсорика. Если вы думали, что до этого у нас было 15 пособий на одну тему, а сейчас мы быстренько закончим большим набором на другую, то вы ошибаетесь. Потому что сенсорная интеграция, она очень важна. Давайте я вам покажу еще парочку наборов, и вы будете знать, что у нас есть на современном рынке. Итак, друзья, представляю вашему вниманию еще один набор. Они плюс-минус одинаковые. Но опять же, ты никогда не знаешь, что зацепит того или другого ребенка. И тут правило лучше больше, чем меньше. Оно работает как нельзя кстати. Во-первых, мы охватываем большее количество детей. Кто-то скажет о самых умных. Так ты что? Тут же индивидуальные занятия. Я согласен, но в разных кабинетах у нас будет два индивидуальных занятия. А если одно пособие, этого невозможно. А у нас много пособий. Значит, возможно, все. Нет пределу совершенства и нет ограничений. Соответственно, здесь у нас с вами тактильное домино. В домино правила вы все знаете. Как играть. А здесь все то же самое, только с закрытыми глазками. Если у вас развиты эти навыки. А если вы реагируете на яркий цвет, вот, пожалуйста, это есть у меня. Пользуйся на здоровье. Соответственно, в домино играем здесь. Еще и логику развиваем. Здесь у нас мемо-плиточки. Помните правила мемо-игр? Закрыли глазки, переворачиваем, запоминаем, переворачиваем и так далее. Куча игр, которые вы можете придумать сами. Нейропсихологи их и так знают. Методики даже не нужны. А обычным людям они нужны, так они у нас тоже подготовлены и есть. Далее, друзья, посмотрите на вот эти макси-плитки, которые большого размера. Если здесь мы пальчиками все это сделали, то здесь мы уже можем взаимодействовать даже ладошечками. Яркие цвета, неповторимые текстуры. Везде есть пара. Соответственно, мы сможем с вами создать целое занятие. Но если мы хотим прямо поиграть, поиграть, и чтобы всем зашло и в любой момент, то есть вот такой домик Руфа. То есть это уже немножко другая история, когда мы засовываем руку. Достаем какую-нибудь косточку. Это же Руф. Здесь у нас есть она вот такая синяя, гладенькая. И дальше ищем ей пару. Хоп. Конечно, с моими руками только этим и заниматься. У меня только пальчики туда заходят. Но я ведь уверен в себе, что я способен найти эту пару. Нет, это не то. Это не то. Это вообще не то. Слушайте, я сомневаюсь, что она там есть. Но она там точно есть. И если Руф ее не съел. И вот так мы тянем время. Эфирное. Что ли вам продемонстрировать пользу каждого набора. В общем, видимо, сенсорной интеграцией у меня не все в порядке. Я знаю, что я ни разу не пощупал его. Но вот достал зелененькую. А вот она и синенькая. Слушайте. Вот так. Не будьте такими, как я. Добивайте своих целей. Собственно, при занятии с этими наборами у вас точно все получится. А у меня, видите, самоуверенности много, а результат не был достигнут. Дальше, друзья. Давайте посмотрим, что нам предоставил 96-й детский сад еще. И чем будут заниматься его педагоги. Раз, два, три. Бах! Итак, друзья, на столе представлено что? Куча коробок. Кто-то из вас спросит, Александр, что за ерунда? Что такое здесь? Набор называется Дары Фребеля. Если вы посчитаете, 14 коробок. Но самые умные скажут, ты же всегда говоришь не пособия разные, а методики. И здесь вы правы. В этом пособии 6 методик. Самое важное, что нам предоставили еще и видеоинструкцию, потому что мы попросили. Видеоинструкция всегда лучше, чем методические материалы. Почему? Да потому что визуальная информация воспринимается на 75% лучше, чем то, что написано в методиках. Но когда одно, да и другое, да и такое большое количество игр нам предоставили, это здорово. Обращаю ваше внимание, что с данными играми могут заниматься абсолютно все. Не только дети с особенными потребностями. Но и эти пособия используются для развития навыков в обычных группах. Это все логические игры в той или иной степени. Соответственно, у нас разные уровни сложности. И педагог сам уже, зная ребенка, регулирует или выбирает ту игру, которая ему подходит сейчас. Очень важно, что раз их 14, каждый найдет то, что ему подойдет. А еще, как я говорю, мало заинтересовать ребенка, надо заинтересовать педагога. И тогда успех деятельности гарантирован. А с такими крутыми пособиями, которые просто приятно даже за счет вот этой фактуры держать в руках, успех гарантирован вдвойне. Ну или в 14-е. Какое-то вот такое слово, сами подберите и выберите. Но пособия крутые и классные. И всем рекомендую, чтобы они у вас были. Друзья, на этом давайте заканчивать. Если у вас есть какие-то комментарии по этому поводу, обязательно напишите. Поблагодарите 96 детский сад за предоставление возможности продемонстрировать вам вот эти наборы. Если вы собираетесь открывать комнаты сенсорной интеграции или нейропсихологические кабинеты или кабинет психолога, то вот, пожалуйста, это то видео, которое вам должно помочь. Вы точно будете знать, с чего начать. А я думаю, что если будет необходимость, мы попросим дать консультацию, собственно, руководителя этого проекта. Но об этом вы мне должны сообщить в комментариях. С вами был Александр, канал «Есть и вопрос». Работаем вместе с образованием для образования и во имя наших детей. Ведь, напоминаю, детей чужих не бывает, а особенно требуется особое внимание. До новых встреч, пока и всего вам доброго.